всем привет дорогие друзья сегодня хотелось бы поговорить на такую актуальную тему как автономные отопители салона тема на данный момент очень актуально очень много вопросов ребят возникает очень много обсуждений проходит по этому поводу вот решил рассказать как я вижу все это дело какой автономный отопитель выбрать какой лучшей мощности какой установлен у меня в первую очередь расскажу ну и как бы достоинства недостатки у меня установлен автономка у меня стоит планар 3 киловаттная как она там 14 не помню короче 3 киловаттная автономка 3 киловаттный планар стоит у меня электронный пультик бывают еще пульты с крутилкой то есть кнопочка включения выключения и реостат такая крутилочка прибавляет больше меньше мощность делает автономки в принципе что тот что тот пульт и они удобны никаких нареканий к ним нету чем хорош этот пульт тем что на нем можно выставить работу как просто по оборотам по мощности допустим сейчас стоит максимальная мощность и можно установить по температуре то есть выставляется температура какая требуется и она будет поддерживаться постоянно держаться такая какая надо по салону этого электронного пульта есть датчик здесь строен датчик то есть он будет держать температуру которая которая будет на нем на этом датчике грубо говоря какую-то он сочетает температуру допустим 25 там градусов он будет держать 25 градусов то есть в этой зоне будет 23 киловаттная автономка она имеет круглый профиль то есть цилиндр грубо говоря труба с той стороны идет выход вернее вход воздухозаборник здесь идет выход то есть проходит там забирается воздух из салона и проходит здесь по гофре выходит уже горячий на выходе воздух у меня установлена сделана такая гофрочка для того чтобы не просто дуло куда-то сюда можно было перенаправить или вверх или сюда сделать то есть в принципе нормально чем хороша такая установка тем что можно задернул шторки грубо говоря лег спать сюда поднял гофру в спальник сделал и будет дуть в гофру и будет дуть в спальник с одной стороны это хорошо что в спальнике тепло то есть меньше грубо говоря топлива будет тратиться меньше объем нагревать но с другой стороны воздух сушится и как бы не сильно комфортно в принципе вот этой 3 киловаттной автономки и и хватает за глаза чтобы в минус 30 спать спокойно в кабине даже не закрывая шторы то есть не делать так просто в виде вывел я мне хватало зимой где-то я ставил на середину чуть больше половины мощность и нормально хватало в кабине было тепло ну плюс что я сплю под одеялом вот это еще один плюс с места установки автомобиль могут быть различные как правило люди стараются ставить под сидушку под свою под пассажирскую я нравится когда она стоит под спальником то есть для меня это удобно и в общем кому как удобно у кого как позволяет место кто-то ставит в ноги между сидушек спереди за автономку допустим вот у меня у товарища на миссане у него было спереди установлено он сделал себе разводку из металлической трубы где была сделана заслонка то есть он перекрывает заслонку у него дует к нему только в ноги либо может перекрыть заслонку в другую сторону она пойдет просто по салону будет дуть то есть места могут быть в принципе различные у европейцев у них насколько я знаю у них идет всегда установка под спальником то есть в ниши в бардачке по своему способу крепления автономки как правило один идентичный то есть взаимозаменяемые у всех есть вход воздухозаборник есть глушитель и топливоподача то есть как правило сама вот эта лекала по которому отверстие куда вставляется автономки они как правило все одинаковые не знаю как на китайских знаю что обершпехеры и клонары можно их поменять не сверляли какие дырки ничего нового не делали дальше перейдем к следующему вопросу какую лучше ставить автономку как вижу это я на мой взгляд самый оптимальный вариант это планаровская автономка самарская они бывают разные бывают трех киловаттники четырех киловаттники вот я говорю для такой кабины допустим для японца для пяти домика трех киловаттной автономки и упадает за глаза чтобы она отапливалась чтобы зимой не замерзнете зимой с трех киловаттной автономкой четыре киловатта она будет жрать топлива уже больше и поэтому это дороже будет почему самарский я бы почему я бы выбрал самарскую в отношению к той же вебасти или вебершпехеру или китайской самарская это такая так скажем золотая середина соотношение цена-качество соотношение цена-качество то есть на нее всегда есть запчасти любой магазин камазовский там неважно не камазовский заехал более-менее такой адекватный магазин где запчастями торгуют и автономки есть какие-то всегда есть запчасти то есть свечи накала сетки горелки не знаю нагнетатели все это есть как правило не составляет проблем найти запчасти на самарскую автономку что касается немецких производителей таких как вебаста и бершпехера но там вопрос цены будет запчастей дорогой то есть на них тоже все есть но там вопрос цены насколько будет велика цена я думаю что раза в полтора два точно будет различаться цена на насосики на свечи и так далее может быть какие-то позиции по запчастям будут и одинаковы по цене но я думаю что большая часть будет гораздо выше цена запчасти потому что это немецкая что по китайцам по китайцам вроде как на них есть запчасти но опять же вроде как вроде как есть видел я допустим в том же в нижнеудинске в магазине там торгуют запчастями также горелки если насосы все 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 это есть то есть на китайские запчасти тоже можно найти я не думаю сейчас уже это не проблема на ней появились не первый год уже на рынке автономок уже года два-три точно не есть автономки соответственно и запчасти на чем преимущество китайских автономок это их цена но я также думаю что и качество конечно будет ниже чем у той же самарской автономки в чем преимущество немецких автономок это все-таки качество это уже проверенное годами скажем так качество изготовления качество деталей то есть если сетка не знаю товарища у него обершпехер на мане по-моему он давно не менял то есть у него нет проблем с сеточками допустим как на том же планаре на том же на той же самарской автономки что сетка забивается ее надо там раз в год грубо говоря прожигать прочищать это обслуживать поэтому над наверное такая цена то есть плюсы самарской автономки это на мой взгляд это золотая середина китайский то что она дешевая в принципе они более-менее нормально с ребятами разговаривал они более-менее нормально ходят не составляют проблем немецких автономок это их надежность вот три плюса каждый каждый автономки скажем так есть свой свой положительный момент ну вот в принципе все что хотелось рассказать я надеюсь эта информация будет для вас полезна если это действительно так то пальцы вверх не забывайте ребят подписываться на канал ставить лайки комментировать сегодня наверно часов 6 по новосибирскому по нашему времени будет стрим поэтому заходите смотрите не мерзнете все ребят всем пока всем удачи ну ну